не вполне запланированная, поскольку я заменяю заболевшего коллегу и попытаюсь рассказать не так хорошо, поскольку мое выступление не подготовлено, но примерно на ту же тему про тема «Человек на войне», только не с позиции библиотечного дела, а скорее с угла человека, который занимается военно-историческим кино. И для того, чтобы начать говорить о том, что в этой сфере происходит сегодня, я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю. Для того, чтобы раскрыть такую большую широкую тему, как Великая Отечественная война в советском и российском кино у нас времени не будет, поэтому я сосредоточусь на теме концлагерей советских военнопленных и о старбайтерах. И вот преломление этого трудного вопроса в советском и постсоветском кино. Как вы, наверное, знаете, в долгие годы тема военного плена, тема пребывания на оккупированных территориях, тема концлагерей, она была не то чтобы под запретом, но ее рассмотрение и изображение в советском кино было крайне затруднено вплоть до смерти Сталина. А точнее, даже не до смерти Сталина, а где-то до 56-57 года, до того момента, пока началась так называемая хрущевская оттепель, пока не вышел известный среди историков военного дела и военной истории доклад Жукова о несправедливом отношении к советским военнопленным, который заложил основу для того, чтобы те люди, которые при тех или иных обстоятельствах попали в плен, прошли концлагеря, причем неважно концлагеря на оккупированной советской территории или за пределами, для того, чтобы эти люди получили то признание, которого они заслуживали, для того, чтобы та дискриминация, которая была в их отношении долгие годы, для того, чтобы она прекратилась. До этого момента тема концлагерей фактически отсутствовала в советском кино послевоенном. До войны было выпущено несколько советских или советско-германских фильмов, в которых рассказывалось о том, что есть, о том, что право концлагеря в Нахау, еще несколько лагерей, но вообще тема фактически была табуирована, и даже вообще само словосочетание концлагерь, оно фактически не присутствовало в языке кинематографа. Значит, огромным шагом вперед, как с точки зрения советского кино, так и с точки зрения возвращения этой темы в ряд обсуждаемых, относятся к фильму «Судьба человека». Благодаря тому, что это фильм по рассказу Михаила Шолохова, снятый Сергеем Бундарчуком, он же играет главную роль, значит, огромный успех этого фильма и такое признание этого и как художественного шедевра, и как вот важнейшей человеческой истории, которая поднимает и проблему плена, и проблему жизни в оккупации, точнее смерти в оккупации. Значит, это дало очень большой толчок к тому, чтобы эти темы начали подниматься как в художественном кино, так и в документальном. Я чуть-чуть позднее еще вернусь к этой теме. Значит, в 60-е, 70-е, 80-е годы было несколько попыток вернуться к проблематике военного плена, к проблематике пребывания советских военнопленных и астарбайтеров в нацистских концлагерях. Значит, можно отметить фильм «Людей и звери», знаменитого в те годы режиссера Герасимова, сейчас его уже меньше помнят, фильм «Альпийская баллада» по произведению Василия Быкова, фильм «Восхождение» Ларисы Шипитько тоже по повести Василия Быкова. Сериал сейчас неизвестный, а в свое время имевший довольно большую прессу, большой сериал назывался «Совесть». Очень сейчас, даже сейчас его довольно любопытно смотреть, этот формальный детектив, но построенный на истории побега из концлагеря и участию в нем человека, перешедшего на сторону врага, и пятисерийный сериал, вот он вот рассказывает, ну, довольно интересен с точки зрения того, как вот воспринималось в 70-м году, когда он был снят, как эта тема воспринималась, так сказать, с тогдашним общественным мнением. Были сняты также фильмы, посвященные генералу Карбушу, посвященные ему Се Джалилю, посвященные Василию Порику и несколько других работ, в которых тема концлагерей военного плена проходила так чуть менее, ну, была не такой заметной, но тоже довольно активно использовалась. Что касается проблемы астарбайтеров, значит, для тех, кто не очень интересуется этой темой, надо сказать, что проблема астарбайтеров до сих пор в общественном, таком даже российском пространстве не разработана, мало кто представляет себе, о какой масштабной трагедии идет речь, когда миллионы советских людей были фактически угнаны в рабство, вот, назывались астарбайтерами, вот, значит, какой огромный процент из них погиб на этих принудительных работах, вот, только сейчас в Германии, мне кажется, начинается какой-то процесс осмысления, так сказать, вот этого варварского явления, значит, вот эта проблема в советском кинематографе тоже долго не находила своего выражения, значит, и впервые вот этот вопрос был вместе с вопросом военного плена поднят в очень интересном фильме «Жаворонок» 1965 года, очень рекомендую всем его посмотреть, очень талантливый фильм, к сожалению, тоже немного сейчас подзабытый, вот, но кроме того, что это совершенно потрясающее кино, это еще и очень интересный, ну, вот первая, так сказать, вот, первая попытка осмысления, художественного осмысления, вот, такой вот проблемы, как трагедия астарбайтеров. Помимо художественного кино, которое, как и сейчас, имело огромную роль в конструировании, так сказать, общественных массовых представлений о памяти о войне, значит, меньшую, но тоже довольно значительную роль играло кино документальное, вот, и здесь я хотел бы тоже рассказать об одном фильме, специально остановиться, он был первым и, собственно, и самым значительным на протяжении десятилетий фильмы вот о концлагерях, о советских военнопленных, о бастарбайтерах, он называется «Суровая память», очень рекомендую его посмотреть, очень важная работа, сделанная на Свердловской киностудии, режиссером Персидским, по сценарию Персидского и знаменитого Константина Симонова рассказывается о подвиге летчика Михаила Девятаева, героя Советского Союза, которому удалось бежать из нацистского концлагеря на самолете. Ну, в общем, каждый альманах в этом фильме заслуживает особо своего рассказа, очень хороший фильм, говорю, очень рекомендую вам его посмотреть. Он на долгие годы и десятилетия сформировал, задал тон рассказу об этих темах в советском документальном кино. Такое состояние продолжалось где-то до перестроечных времен, когда исчезли по большей части цензурные ограничения, стало можно более свободно поднимать любые темы. Однако это и то время, когда прежняя система кинопроизводства и художественного кино, и документальное кино утратила свою экономическую и хозяйственную основу. И в течение длительного времени, несмотря на общественный интерес и, скажем, большое количество фильмов, большое количество книг, передач, связанные с интересом к этому вопросу, собственно говоря, ни художественного, ни документального кино, посвященное вот этим трудным темам военного плена и судьбы советских военнопленных и астарбайтеров в нацистских лагерях, они фактически не имели каких-то художественных или документальных воплощений. Уже в начале 20... Они начали появляться в начале 21 века. Значит, здесь имеет смысл остановить свой взгляд на очень интересной работе режиссера Мисхиева, фильм «Свои» с участием Ступки, Хабенского, Гармаша и еще нескольких известных актеров, где фильм имел хорошую прессу. И это важная такая первая российская, собственно, попытка посмотреть на это явление без учета давлеющих норм партийного взгляда на события Великой Отечественной войны. В 2000 и с 2010 года начинают появляться довольно большое количество фильмов на телеканале «Россия», на телеканале «Звезда», посвященные тем или иным аспектам, тем или иным эпизодам, в которых рассказывается о участниках, обузниках нацистских концлагерей или о тех или иных известных военнопленных. Но, к сожалению, вплоть до 2018 года не было таких работ, которые бы можно было, которые бы имели, вызывали общественный резонанс. Вот, значит, и здесь не могу не сказать несколько слов о фильме, в котором мне посчастливилось принимать участие. Вот это фильм под названием «Собибор», посвященный восстанию в лагере, в одноименном лагере смерти. Вот наш фонд занимается увековечной памяти этих людей и участников этого восстания. И благодаря тому, что режиссером этого фильма выступил Константин Юрьевич Хабенский, он очень много сделал для того, чтобы этот, кроме того, что снял замечательный фильм, еще очень много сделал для того, чтобы для популяризации истории этого восстания. То есть этот фильм стал заметным событием и был представлен от России на премию «Оскар». Но самое главное, что благодаря ему был, так сказать, вот история имя, название «Собибор» и имя Александра Печерским стало знакомо огромному количеству людей. И можно, так сказать, без преувеличения сказать, что это очень важный этап в общественной работе по узнаванию нашими соотечественниками России на постсоветском пространстве, да и в мире вот этой важной очень страницы истории нацистских концлагерей и сопротивлению в них. В следующем году планируется выход еще одного фильма, посвященная истории, о которой я сегодня уже упоминал, истории, посвященной Михаилу Девятаеву. На Аленфильме снимается фильм, посвященный этим событиям. Он режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Мы очень надеемся, что этот фильм тоже будет иметь хорошую прессу, будет известен, потому что это будет такой второй важный элемент, который позволит рассказать новому поколению о том, что были концлагеря, что в них погибли миллионы наших солдат и офицеров, что в них погибло большое количество угоданных в рабство гражданских лиц из нашей страны, и о том, что даже в этих невыносимых, невыносимо тяжелых условиях наши соотечественники находили в себе силы и организационные способности к активному сопротивлению. В этом же ключе старается действовать и наш фонд. В конце этого месяца на телеканале «Звезда» выйдет небольшой четырехсерийный сериал, посвященный под названием «Непокоренный», который будет посвящен четырем эпизодам сопротивления советских людей в нацистских лагерях. Один посвящен Александру Печерскому и восстанию в Собиборе, второй – восстанию в Маутхаузене, восстанию и побеги из блока смерти в лагере Маутхаузен, восстанию в нацистском лагере Рувиль во Франции и созданию женского партизанского отряда «Родина», состоящего из советских женщин военнопленных и угнанных в рабство, а также рассказ об большой подпольной организации в концлагерях Баварии под названием «Братский союз военнопленных». Мы надеемся на то, что выход этого фильма послужит толчком для новых киноизысканий в этом направлении, в том числе, что, может быть, какая-то из этих историй тоже сможет послужить вдохновляющим материалом для создания по ним художественных фильмов, потому что, закругляясь и подходя к тому вопросу, который заявлен темой нашего выступления, «Человек и война», нет ничего более важного для освещения тех или иных аспектов этой темы, так как, например, темы военного плена и нацистских концлагерей, нет ничего более важного, чем документальное и в особенности художественное кино, которое позволяет донести информацию об этой трагической странице нашей истории, таким образом, который будет интересен тем людям, для которых война – это все-таки уже, так сказать, уже далекая история. Поэтому мы очень надеемся, что наш кинематограф порадует нас в ближайшие годы новыми, интересными, хорошими работами на эту тему. Большое вам спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы, если таковые у вас имеются. Здравствуйте. Меня зовут Шелзот Прадаев. Наверное, мы с большинством ребятами познакомились. Еще раз вам спасибо за вашу лекцию. Раз затронули мы такую тему именно фильма, то есть у меня вопрос связан именно с фильмами. Чуть громче, если можно. А, все, без проблем. Как вы думаете, как сильно вообще в целом влияет фильмы художественные или, допустим, исторические на сознание общества? Мне вот этот ракурс интересен. Если расскажешь, то буду рад. Вы знаете, я, пожалуй, не могу ответить так вот уверенно, потому что я не культуролог. В общем, это такая сложная культурологическая проблема, которая, значит, есть люди, которые, несомненно, могли бы ответить на этот вопрос более, так сказать, качественно. Но, как еще, вот Ленин говорил о том, что самым главным из искусств для нас является кино. И мне кажется, что, несмотря на то, что это было сказано 100 лет назад, и несмотря на то, что за это время появились какие-то технологические прорывы, вот интернет, социальные сети, перед этим радио, телевидение, вот мне кажется, что по-прежнему кино, вот именно как инструмент для популяризации, по-прежнему является самым важным. Потому что, ну, допустим, сейчас художественные фильмы, я говорю кино, художественное кино, ну, вот сейчас, в последние годы, появилось такое ощущение, что, может быть, сериалы тоже какие-то, тоже теоретически могут с ними конкурировать. Но пока этого, по-моему, еще не произошло. Дело в том, что, особенно кино высокобюджетное, кино с участием звезд, это такая вещь, которая на, я буду говорить только об исторической тематике, на исторической тематике, оно притягивает, значит, большой интерес само по себе. Вот, ну, как бы, если вы работаете со средствами массовой информации, вы это прекрасно понимаете. Наличие в кинофильме какого-то, значит, известного артиста, очень известного или очень известного режиссера, оно позволяет делать так, что об этом все будут писать, значит, так или иначе. То есть, вот, будет освещаться как производство фильма, так его выход в прокат и так далее. Причем, неважно, с какой, с каким знаком даже оно будет освещаться. Кроме того, специфика кинодистрибьюции, она такова, что, условно говоря, если какая-то такая, значит, машина, значит, которая занимается наружной рекламой, значит, рекламой в медийной, рекламой интернетной, то есть, условно говоря, вот это такой вот большой маховик, который позволяет сделать совершенно, казалось бы, невозможное, вот на примере фильма «Собибор» это особенно ярко, что она позволяет сделать историю, которая никому неизвестна, вот, она позволяет пробить такой стеклянный потолок, вот, благодаря такому комплексному, комплексному воздействию, которая имеет в силу, я говорю, технологических, экономических и медийных причин, вот, которая имеет высокобюджетное кино на историческую тему. Ну, и это же, это же вот, так сказать, я просто, про «Собибор» могу говорить более уверенно, но это далеко не единственный пример за последние, скажем, 20 лет. Фильм «Сталинград» имел очень большой, ну, имел очень большой успех, о нем очень много говорили, его посмотрело очень много людей, значит, и, конечно, он играл огромное, имел очень большое значение для того, чтобы о том, что такое Сталинград, о том, что такое Сталинградская битва, о ее значении для этого самого узнало то поколение россиян, которое, условно говоря, не застало уже живых фронтовиков, то есть вот поколение, вот, те, кто выросли последние, там, 10-20 лет, значит, наверняка я, вот так сходу мне пришел в голову только «Сталинград», наверняка вот были еще фильмы, вот был фильм «Т-34», ну, то есть имевший очень большой, большой резонанс. И я, еще раз говорю, не без того, чтобы выражать какое-то оценное сонсрождение по поводу качества этих фильмов, художественных достоинств, я не кинокритик, или по поводу, скажем, исторической достоверности. Я говорю сейчас о феномене кино, современного бюджетного, высокобюджетного кино на исторические темы, значит, на мой взгляд, ничто другое не может с ним сравниться, вот, в плане возможности продвижения, вот, популяризации какой-то истории или какого-то героя. Ну, вот я-то так думаю, но, еще раз я говорю, я сразу, значит, договорился, что я не культуролог, и мне сложно говорить об этом, так сказать, вот, как-то уверенно. Вот, я уверен, что, значит, люди, которые занимаются, вот, значит, культурологией, занимаются кино, они смогут ответить на этот вопрос более доходчиво. Спасибо. Станислав Младенов, Казанский федеральный университет. Огромче тоже, если можно. Станислав Младенов, Казанский федеральный университет. Первый курс международных отношений. Спасибо за выступление. У меня тоже вопрос связан немножко с фильмами из кино. Но он заключается в этом, исходя из того, что происходит сейчас в нашей демократической системе мировой, подвергаемся немножко цензуре. То есть я привожу пример YouTube, где есть четкие требования об информации. На ваш взгляд, нужно ли ввести такие способы урегулирования в киноиндустрии, даже, может быть, в индустрии компьютерных игр? Почему? Потому что, я даю пример, были несколько, если говорить даже о Второй мировой войне, был такой скандал, можно так сказать. Фильм называется Fury на английском языке, где участвовал Брэд Питт. И некоторые историки говорят, что не все показано там, является исторической правдой. И так люди могут легко заплудиться о том, что на самом деле происходило. По поводу компьютерных игр, я лично играл в такую игру, Medal of War называется. Где, ну, как будто приехал американец в Сталинград, и чуть ли благодаря ему он выгнал фашистов. Спасибо. Вы знаете, это затронули такую большую сложную тему, в которую, опять же, я не очень себя чувствую, так сказать, профессионалом. Но вот несколько недель назад я был участником конференции по исторической памяти в Санкт-Петербурге, вот, в Европейском университете. Вот, очень интересная конференция. Там как раз вот рассказывалась, там как раз одна из секций была посвящена вот этому вопросу о компьютерных играх, о том, что там показывают. Значит, и что, ну, то есть, вот как там, как бы, восприятие истории Второй мировой войны в современных компьютерных играх. И, конечно, я, честно говоря, у меня в некоторых, от некоторых этих стран, ну, волосы, остатки волос зашевелились, потому что это, конечно, выглядит достаточно, ну, для, так сказать, взгляда человека, который вырос в Советском Союзе и человека, который, ну, привык воспринимать, так сказать, войну определенным образом, то, как там показаны, там, советские войска. Ну, в общем, чудовищно некоторые вещи выглядят. Но при этом, значит, если я правильно понимаю, правильно понимаю, как бы, принципы распространения такого контента, значит, его очень трудно, это очень трудно ограничить законодательно или каким-то другим образом. Вот, и это, я не уверен, что это, ну, реальный какой-то, ну, то есть, это реальный путь, то есть, что есть такие объективные возможности. Что касается вопроса цензуры, вот, это очень важный вопрос, но тоже я не могу уверенно об этом говорить. Я так вот, как политолог, можно, я могу порассуждать только о том, что вот та история, о которой вы говорите в Ютубе, о том, что, значит, вот, связанная с одним из российских фильмов, вот, значит, который был помечен соответствующим образом, при том, что в интернете, в том же самом Ютубе есть какие-то видео, значительно более, значит, ну, безобразные с точки зрения, как бы, того, что там показывается. И это составная часть очень большой проблемы, которая, на мой взгляд, не связана, ну, то есть, которая не... ну, не ограничивается темой, о которой я сегодня позволил себе говорить. То есть, она не связана не столько с восприятием войны. Эта проблема вообще более общего характера, что несколько очень крупных, несколько очень крупных телекоммуникационных гигантов приобрели в современном мире какую-то совершенно невиданную доселе, значит, власть, ну, не власть, может быть, но приобрели невиданные доселе возможности в плане того, чтобы, ну, как направлять какую-то информацию, распространяя какую-то информацию, а какую-то, наоборот, информацию ограничивать. Я говорю тут, можно без, так сказать, и кивоков, значит, мы говорим о таких гигантах, как Facebook, как Google, в Российской Федерации, кстати, Яндекс. Вот, то есть, условно говоря, то есть это какое-то ужасное, значит, это приводит к ужасному цифровому информационному неравенству, потому что, условно говоря, если условно, я сейчас просто привожу какой-то пример, вот, условно говоря, если завтра владелец Google почему-то захочет там продвинуть какую-то тематику или, например, вот заняться по близкой мне теме увековечением какого-то конкретного человека, то он приобретает возможности, которые абсолютно неиспоставимы ни с кем другим, ну, кроме, может быть, Facebook, и то вряд ли. То есть, это создает возможности, он имеет такие возможности, которые нельзя купить за деньги, вот. И это очень большая, на мой взгляд, так сказать, не на мой взгляд, ну, вот как политолог, если бы я занимался политологией вот в этом, мне кажется, это был бы вопрос для, так сказать, серьезных исследований о том, что с этим происходит. А то, что вы упомянули, это очень важно, это очень интересно, это самое, но просто это, по-моему, часть вот этой огромной проблемой, которой, ну, я, к сожалению, говорю, недостаточно, так сказать, недостаточно профессионально, чтобы об этом говорить. Вот тут наверняка в зале присутствуют люди, которые могут, так сказать, более профессионально об этом рассказывать. Но, по-моему, это очень большая политическая проблема, причем, говорю, она такая всемирная. Это очень плохо, когда несколько человек, да еще и которых никто не контролирует, или фактически, ну, то есть на которых нет никакой управы, они фактически, так сказать, могут перекрывать какую-то информацию или наоборот распространять какую-то другую. Может быть, неплохо было бы с этим что-нибудь сделать.